итак друзья всем привет пока собираю ягоды решила поговорить с вами об этих самих же ягодах значит что я хотела сказать об уходе за клубникой викторией земляника садовая ее еще называют именно во время плодоношения что я делаю во время плодоношения да собственно говоря ничего вот моя главная задача это защитить ягоды от вредителей да то бишь вот сеткой закрываю я от слизней конечно защиту я не знаю какую придумать но я заметила что вот под опилками ягоды не слизни не любят опилки вот они по ним не подходят к ягодам вот у нас конечно самый главный вредители это дрозды очень много ягод поклеванных и под сетку они подлазят и на сетку они садятся так что дроздов у нас защитить сложно вот что еще хотела я сказать во время плодоношения я что делаю я убираю во первых все усы то есть особенно если это кусты молодые вот убираю все усы и убираю листья которые начали портиться вот они до усики выдернула значит листочки убрала причем до самого основания вот эти все засохшие листочки я тоже убираю иначе они они начинают гнить и ягоды тоже портятся от этого вот вот еще один усик его тоже убираю и что я еще делаю я еще сейчас покажу ягодки соберу вот видите ягоды они за тяжелые они лежат на земле но вот здесь у меня опилки видите здесь опилки здесь еще ничего но есть у меня кусты которые просто на земле растут без уклубного без всего я подгибаю под них листочки и они остаются вот в таком висячем уже положении то есть во время сбора ягод я каждый кустик у каждого кустика подгибаю листочки вот это необходимо во первых ягоды в таком висячем положении не пачкаются вот видите ну и что что сетка дроздам по барабану и еще я заметила что синички тоже едят но может они не ягоды но они здесь качут вот так что я так о чем я о ягодах а кустиках усики мы все убираем вот вот это кусты у меня это я это вся грядка у меня посажена в прошлом году ну вот смотрите что паразиты это свежие вот я сейчас вышла в огород и они тут летают все разлетаются вот эти кусты это все прошлогодние это зенга зенган у меня вот так что они все уже замечательно плодоносят и вот я все вот эти кисточки вот видите лежит кисточка я раз подняла листочки под нее аккуратно так подогнула и все она висит так сетку я потом под колю все приколю сейчас обойду с другой стороны грядку вот это я с пол грядки собрала только я вот только пришла начала собирать полоть я во время плодоношения плодоношения тоже стараюсь не полоть потому что когда травку выдергивает корешки все равно повреждают могут и корешки у ягод задеть вот единственное что листочки вот эти убираются которые зелтеют усики все вот эти вот у нас тут мужчины сигналят наверное свадьбу у кого-то сегодня пятница так что усики все убираем у всех кустиков вот ягоды лежат надо их поднять вот теперь они висят эти все чуть-чуть недоспевшие ягоды я собираю тоже потому что дрозды во первых во вторых чтоб каждый день не бегать если я их сейчас не соберу то мне придется завтра бежать опять собирать они возможно меня и не дождутся листочки убираем с пятнышками листочки я тоже убираю вот такие все надо собрать и желательно конечно их жить вот вот этот куст мне не нравится сохнут ягоды на корню его нужно будет подкопать и посмотреть возможно в нем сидит личинка вот видите все ягоды на корню засохли это я еще всего не вырву ну все я их уже но они уже все они уже засохли невкусные все равно вот надо бы мне как-то его пометить а я вот эту кисть здесь же оставлю чтоб не его не забыть подкопнуть возможно там сидит личинка и жрет корни вот эту ягоду они не нашли мы спрячем пока она не дозрела значит усы я обрываю я оставлю только несколько материнских кустов так вот это похоже чернеет это похоже на нематоду вот листочки убираем все вот эти либо это от этого листочка она как раз лежала тут ягодка это начала портится вот и этот куст тоже сохнет ведь на корню но эти кусты у меня еще старые то есть у меня здесь стоит этикетка сейчас покажу под сеткой тут на вот она этикетка то есть до нее старые кусты я их нынче уберу вот и посажу рассажу вот эти меня здесь прошлом году усы наросли я их рассажу до конца грядки вот это даже другой сорт то здесь мне зенга начинается это я не знаю какой сорт это мне хозяев достался но тут в принципе есть хорошие ягоды вот это посмотрите какая целая гроздь и еще цветет продолжает я пожалуй этот куст оставлю от него усы убирать не буду вот то еще чтобы еще такое сказать рассказать но я говорю во время плодоношения сейчас именно собирать вовремя ягоды чтобы они не гнили вот и убирать вот эти листочки больные засохшие которые всякими с пятнышками уже начинают идти и усики все потому что усы забирают очень много питания ягоды начинают мельчать вот во первых во вторых когда у куста забирают питание усы те же самые они у нее питание забирают она соответственно и ягоды мельчает и меньше закладывается цветочных почек на следующий год вот ведь ягодка лежит на земле раз так листочек под нее и вся и она висит вот и листочек вот этот вот эти листочек раз так его и оторвали вот и она будет меньше плодоносит следующем году поэтому усики надо убирать вот ну все наверное пока остановлю съемку покажу потом сколько соберу урожая смотрите не могла это не показать две грядки собрала ягод еще три грядки у меня они позднее идут с рта там все зеленые ягоды пришла на вот эти грядки это первый год это в этом году я посадила сюда кустики естественно я с ней все усы обязательно обрываю вот это они растут под укрывной я сажала есть у меня видео вот и и потом замульчировала сеном ну посмотрите это же чудо это сорт зефир вот так что красота посмотрите еще еще зефир вот она белая рвать и все жалко мне здесь не найдут здесь я ягоды не поднимаю здесь они на сене лежат так что им ничего не будет тоже беленькая как-то бы ее спрятать что птички то не увидели ведь опять солнышко и тоже надо вот так вот оставлю вот это зефир сорт мой тут идет зенга я сейчас собрала не показала но они тоже вот у них у всех по одному по два вот усик маленький по одному по два цветоноса есть вот крупненькие они но я их собрала уже оттуда шла а вот это купчиха вот но почему-то дети у меня ее как-то так им другие вот ксюша ксюша у меня она почему-то не нравится она не такая сочная как другие ягоды вот посмотрите что она может быть не такая сочная она и она чуть-чуть суховато за счет своих вот этих семечек вот они у нее очень крупные и очень выпуклые вот ну она конечно у нее вкус мне очень нравится очень такой нежный сладкий без кислинки вообще вот посмотрите это первый год первый год она мне причем я это посадила да именно вот мая пустые вот посмотрите не красота и причем она сладкая даже вот с такими зелеными попками то есть у нее кончики зеленые конечно я это все срываю чтобы птицам не оставить вот с этой стороны посмотрим я ее держу второй год как она себя покажет дальше но сейчас дойду до тех кустов которые второй год эти кусты все первогодки вот они вот тоже чудо смотрите первый год она растет вон какая ягода так что сейчас дойду до второгодок ну нет же не дошлась и до второгодок вот посмотрите я еще здесь на первогодках посмотрите сейчас считаю сколько здесь цветоносов в этом году так соберу сначала чтобы удобнее было эти две еще соберу остальные оставлю вот раз цветонос большой такой да за этот листочек не бы еще сюда как-то выцарапать один цветонос 2 там 3 его даже еще цветочки вышли 4 и здесь ягодка откуда-то непонятно в общем много цветоносов 45 цветоносов за первогодки это вообще это вообще очень хороший показатель я скажу так как мне достать эти ягодки но вот эта сетка что мертвому припарка я считаю птицы садятся на нее и замечательно через нее все съедают ну вот что еще хочу сказать форма ягод конечно да форма ягод то не всем такая нравится но для меня лично вообще по барабану какая форма ягод лишь бы они были сладкие вот усик там большой сидит усик надо большой сорвать убрала его еще один маленький остался еще чем примечательно купчиха у нее вот такие листья они как будто бы скручиваются похоже на болезнь но это не болезнь эта особенность сорта это вот она такая есть сама по себе вот видите тут кто-то съел листик вот они такие скрученные как будто бы чем-то болеют но кстати вот это хлороз надо тоже пролить мне будет ее но проливать и удобрять я уже буду после плодоношения удобрять я имею ввиду проливать то поливать водой то вот птички что ли сорвали или это я уронила я здесь не ходила еще удобрениями я обязательно подкормлю но не какими-то термоядерными обычными для подкормки и навоз разведу замочу тоже подкормлю но это все будет после плодоношения обязательно во время плодоношения не трогаем это меня еще учила бабушка моя спасибо ей царство небесное что во время плода ну вот что все что я запомнила с детства да они меня с детства таскали на даче на дачу с дедушкой все время я и и не остальные внуки почему-то не особо ездили но суть не суть суть не в этом что я запомнила по клубнике именно с детства что дедушку меня постоянно и и поливал вот и что постоянно я рвала ходила усики и постоянно бабушка говорила что пока на клубнике есть ягоды с ней ничего не делаем только собираем ягоды поливаем и убираем усы вот но конечно сейчас я уже много чего знаю они это вот прям я ну как бы похвастаюсь потому что много изучаю всего читаю причем именно агрономов вот научные какие-то работы нет это все очень интересно так что вот но сейчас зайду до двух лет ок это уже аккумулятор разряжается ну что вот дошли до моих двух леток вот эти кусты я посадила прошлом году ну что будем собирать и покажу еще что я делаю вот здесь у меня из этих двух леток я сделала материнскую грядку да то есть тут кустов немного и усы от них я оставляю вот что я делаю с этими усами вот они меня выросли видите первая розеточка уже есть она уже дает корни вот корешки какие у нее так отвлекли меня звонком продолжим и так усы я вот еще оказывается тюльпаны тут не все выкопала вот усы я на ней оставляю для размножения но вот розеточка у меня укоренилась уже до корешки дала все дальше я ее не пускаю обрываю просто мне во первых много усов не надо во вторых ну просто вот по идее если дальше следующий ус оставить розеточку ничего страшного она тоже будет хорошая тоже будет плодоносить вот еще что хотела сказать у купчихи очень тяжелые вот эти кисти с ней вот видите она по колено очень высокие кусты это второгодки я боюсь представить что будет на третий год вот с ней не прокатит такое вот дело как вот на листочки ее ложить да она все равно падает я буду под нее подкладывать досочки потому что она мне здесь без укрывного лежит на земле я буду под нее подкладывать досочки завтра паша мне напилит и я подложу потому что ягоды очень тяжелые кисти очень большие и вот это все дело так вот лежать на земле это конечно после дождя это все ягоды будут грязные поэтому будем подкладывать досочки видите какие они вырастают какие лапти так что будем подкладывать вот еще что ну наверное про уход все на этом сейчас вот насобираю ягодки и обязательно полью потому что земля сухая хоть у нас был как бы дождик какой-никакой но земля вот я смотрю очень сухая вот это этого маленького я уши не оставляю пусть он сам еще окрепнет кустик и вот у нас кустик растет вот здесь вот в теплице прямо представляете вот куда залез в прошлом году спалу вот в эту здесь конечно чуждайте надо будет его вырвать отсюда ну на этом наверное все смотрите как всем спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки вот видите здесь от розетки оторвала вот от этого усика еще нет я просто беру и чтоб дальше он не шел отрываю и от маленького кустика я конечно усики оставлять не буду это кустик просто в прошлом году усик укоренился я оставил потому что здесь пустота вот с этим не знаю что сгорел наверно на солнце эти все листья надо убрать а это вообще усик чем-то его полили что ли как будто бы непонятно почему почернил то ну в общем все друзья мои все всем спасибо за просмотр сейчас до собираю потом взвешиваю ну и сначала до собираю потом полью а потом пойду взвешивать ягоды все пока пока